Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, очень интересная информация из Соединенных Штатов Америки по поводу ракет, которые аналогичны Атакамцам, абсолютно аналогичны, немножечко меньше, но зато намного дешевле, и их у нас будет очень много. Речь идет о, скажем так, о летающих авиабомбах GLSDB. Что это такое? Значит, это Ground Launched Small Diameter Bomb. Так, сейчас переведем. Ground Launched, это получается, это авиабомба, запускаемая с земли, любым хаймарсоподобным, например, устройством, которое летит на расстоянии 160 км и в состоянии залететь в форточку. То есть, это фактическая американская бомба, которой приделан двигатель. Я об этом уже рассказывал. Значит, она стреляет на 150 км прямо, она в состоянии кружить над целью и залететь с другой стороны в цель, например. Причем, кружить может на 360 градусов. Можно выстрелить против движения ракеты, в этом случае она полетит, как ракета хаймарса, на расстоянии 70 км. То есть, она развернется в воздухе и полетит в другую сторону, можно сделать так. И даже при этом случае она полетит на такое же расстояние, как летает хаймарс. То есть, это очень мобильная ракета. Значит, вес боеголовки порядка 93, если я не ошибаюсь, килограмм. То есть, разнесет практически все, что угодно. Есть варианты проникающая боеголовка, есть осколочно-фугасная боеголовка, смотря, что надо. А теперь по срокам поставок. Смотрите, рассчитывали, что они у нас будут под Новый год. Однако, производитель... Это новые вещи, абсолютно новые. Производитель Boeing Saab, это шведско-американский производитель, доставит их в Соединенные Штаты до Нового года. То есть, во второй половине декабря они будут в Соединенных Штатах уже. Где их будут принимать на вооружение, они пройдут испытания соответствующие. Говорят очень быстро. Ну, там, может, месяц-два. После чего будут доставлены в Украину. А может быть... Там уже... Короче говоря, в начале 2024 года, вот так вот американцы говорят, а эти штуки будут у нас. Теперь, что они смогут покрыть? Ну, чтобы вы понимали, мы запросто достанем теперь до Луганска. Фактически, практически всю оккупированную территорию, кроме восточной части Крыма. Луганск, пожалуйста. Бердянск, пожалуйста. Бердянск аэродром большой, да? Там они сейчас его эти патерочки расширяют. Разнесем, в хлам разнесем. Что там еще? Джанко аэродром будет уничтожен. В Севастополе этот... Все это в достижении. То есть, очень хорошая вещь. Вот, осталось дело... В принципе, использовать ее никакой особой премудрости нет, потому что это, с нашей точки зрения, тот же самый Хаймарс. Вот. Осталось только дождаться. Ну, уже, знаете, скажем так, ждали мы ее год. Пока они ее произведут, доведут до ума. Уже произвели достаточное количество. Осталось пройти испытания. Мы их получим. Так что, расшистам я бы посоветовал смазывать пятки салом. А у них же и сала нет. Ну, тогда, что у них там? Пальмовое масло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова